Итальянский предприниматель Лука Меатон купил яхту и две гостиницы. В этих событиях нет ничего необычного, но покупки были сделаны за криптовалюту Ван Коин. Теперь все желающие могут прокатиться на его яхте, жить в его гостиницах и питаться в его ресторанах только за Ван Коины. Я приехал в городок Сан-Бонифачио, чтобы своими глазами увидеть, как это все функционирует. В гостинице живут и в основном приезжие из Китая. Местные жители получают удовольствие от Ван Коина в ресторане. Доходим на дел шейкер, нажимаем логин, делаем логин. Нам нужно найти ресторан, который называется Сан-Бонифачио, Ван Кобейсо. Меню ресторана. Мясное меню мы взяли мясо. За один купон мы едим два человека. Стоит 5,83. Нам нужно купить три купона. Нам выдаются общая сумма за три купона. Вводим пароль транзакции. Нас поздравляют с успешной покупкой купонов. Меню мясо. Три купона. Стоимость. Показать купон. Вот они все три купона. Теперь, когда придет эта вот женщина, мы ей отдадим, покажем, NCBS. Открываем купон. Здесь не появляется этот вход. Купой же. Она делает фотографию. Официанты легко и быстро рассчитываются с посетителями купонами Дилл Шейкер. Все гости отелей. И я, в том числе, с удовольствием оплачиваем ванкойны и проживание в отеле, и питание в нем. Но ванкойны пока нельзя продавать на бирже. Поэтому у меня такой вопрос. Как ты покрываешь расходы на содержание этого отеля? Игорь, спасибо большое за этот вопрос, потому что этот вопрос очень важный, который ты мне задал. Нужно это видеть, как будто вы это принимаете, как какой-то продукт обмен. Сейчас эти процентуальные, которые я возьму, эти 7-8-10 миллионов монеты, которые я возьму в ресторан, в Мессиле, они могу потратить на другие деятельности. Детиста, vacанцы, карусиеры. Так как он уже каждый месяц его ресторан и его гостиница зарабатывают 10 тысяч монет, то он эти монеты может обменять на услуги у зубного врача, услуги на автосалон, на что-либо другое, которое продают в Италии уже за ванкойны. Но они согласны принимать эти услуги ванкойны? Да, конечно, они уже функционируют, уже принимают. Если мне решить, что я хочу, если эту монету, я хочу, чтобы я купил в моем кассете, и ждать в следующем году, когда 100, 200, 500 евро, он должен решить, что он хочет подождать следующего года и поменять их на более выгодной цене, или потратить их сегодня? Оппуле, consumarla, спендерла и perderла. Но срэйда, критина, я сегодня consumo ль евро и мне тегу на монета, что продолжает уменьшение. Но так как он считает, что сегодня лучше не менять, а подождать следующего года, он не хочет быть дураком, выглядеть в глазах дураком у других людей, он ее держит у себя. Это зависит от того, какое видение у вас есть, если вы на самом деле радикально думаете о вашем будущем. Если вы подумаете о том, что мы сейчас на этом йоте, на котором мы сейчас находимся, то, что хозяйка этого йота, бывшая хозяйка, не смогла его продать за евро. Я ей дал 7000 монеты. Он дал ей 7000 монеты, ванкойн. И она знает, что в следующем году эти 7000 монеты, которые стоят 100, 200, 500, 1.000, не знаю? И хозяйка, бывшая хозяйка этого йота, она знает, что в следующем году стоимость этих монет будет превышена во всех аспектах, практически это может быть полмиллиона. И для нее лучше же иметь сегодня 7000 монеты, чем лодка, которая не была продана. И эта женщина, которая продала ему этот йот, она очень довольна и счастлива тем, что Лука использует этот йот для того, чтобы показать людям, как функционирует на самом деле, эта экономия. И для этого он предлагает всем открыть глаза внимательно посмотрите на то, что мы имеем сегодня. В этом моменте мы покупаем отель, рестораны, виллы, именно в этом моменте мы покупаем много гостей и ресторанов, именно основываясь на этом контенте. Мы добавляем магазины с много денег, потому что они должны distribуя, потому что они стоят магазины, и мы имеем в силу, и мы имеем в силу. Они приглашают многие компании, которые имеют заполненные собой склады, товары, которые не могут продать уже несколько месяцев или даже лет, и предлагают им оплату, получать оплату ванкойна. Если я имею ванкойны и трачу их на жизнь, то они когда-то закончатся. Чтобы жить в цифровой экономике, нужно в ней работать. Нужно продавать свои товары или свой труд тоже за ванкойны. Лука создает в Италии сеть предпринимателей, которые согласны использовать ванкойны во взаиморасчетах. Участники этой сети взаимообменов подключают к ней новые звенья. Чем больше будет сеть взаиморасчетов, тем быстрее ванкойн войдет в мировой оборот. Лука не ждет, когда кто-то другой будет продвигать криптовалюту ванкойна. Он строит в Италии государство OneLife со своим платежным средством OneCoin.